Использование ключевого слова const с указателями может привести к некоторой путанице. Дело в том, что в C++ можно определить как указатель на константу, так и константный указатель. Это две разные вещи. Давайте разберемся на примере. Предположим, что у нас определена некоторая целочисленная переменная, и мы определяем указатель, который инициализируем адресом этой переменной. Тип этого указателя будет const int звездочка. Оказывается, что в данной строке мы определяем не константный указатель, а указатель на константу. Это означает, что если мы пытаемся изменить то значение, на которое ссылается данный указатель, то произойдет ошибка. Если мы поменяем местами имя типа и ключевое слово const, то также определится именно указатель на константу. Это значит, что сам указатель не будет константным. Несмотря на то, что мы не можем поменять значение, на которое он ссылается, мы можем поменять значение адреса, который в нем хранится. То есть, вот здесь мы определили указатель на константу. Изначально он хранил в себе адрес переменной a, а после мы можем изменить этот адрес, например, нулевой. Для того, чтобы определить константный указатель, надо ключевое слово const указать после имени типа. То есть, имя типа в данном случае int звездочка, то есть указатель на int. И после этого мы используем ключевое слово const. Тогда получится обратная ситуация. Мы сможем менять значение по данному указателю, то есть в данном случае значение переменной a, но не сможем менять тот адрес, который хранится в данном указателе. То есть мы не сможем перенаправить данный указатель на какую-то другую бысть памяти. Соответственно, если указать слово const в обоих местах, то есть слева от звездочки и после звездочки, тогда мы определим константный указатель на константу. Через этот указатель мы не сможем менять значение той переменной, на которой он указывает, и мы точно так же не сможем менять непосредственно значение указателя, то есть не сможем перенаправить его на другую бысть памяти.